Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. В край задержали организаторов двух нарколабораторий. Правоохранители изъяли больше 200 килограммов наркотиков. На Алтае начали строить первый в истории региона трек для гонок. Какие дисциплины он примет? На площади Сахарова вновь установят главную елку города. В Барнауле прошло первое совещание, посвященное Новому году. Сегодня состоялось заседание суда о мере пресечения Виталию Манишину, который может быть причастен к загадочным убийствам абитуриенток Барнаульского политеха. Краевой суд рассматривал жалобу, поданную со стороны обвиняемого на суд Октябрьского суда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу. Но она осталась неизменной, то есть и дальше Манишин будет оставаться в следственном изоляторе. Виталия Манишина обвиняют в преступлениях, предусмотренными двумя подпунктами части 2 105 статьи Уголовного кодекса. Один касается убийства двух и более лиц, а второй подпункт убийства с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение. Напомним, Манишина задержали весной этого года. Его арест связывали серию убийств в Политехническом университете в 2000 году. Позже стало известно, что мужчину подозревают в убийстве, совершенном в Родинском районе. По предварительной информации, жертвами обвиняемого могло быть как минимум 9 человек. Любопытно, что среди судебных сторон выступал представитель краевой психиатрической больницы имени Эрдмана. В печально известную трамвайную остановку на Красноармейском проспекте вновь въехали. На этот раз, к счастью, пострадавших нет. Сегодня в 7.12 утра в остановку у торгового центра Первомайский влетел Ниссан. 70-летний водитель, сообщили в госавтоинспекции, не справился с управлением. Ему оказали медицинскую помощь, но госпитализация не потребовалась. Добавим, что это та самая остановка, в которую неделю назад врезалась Тойота Камри. Тогда пострадали двое. 18-летнему парню оказали помощь на месте, а 22-летнюю девушку госпитализировали с тяжелой и сочетанной травмой. К сегодняшнему обеду городские службы уже заменили искореженные пролеты ограждения. Если не знать, что там произошло ДТП, то это сложно понять. Между тем, пользователи соцсети активно комментируют вторую аналогичную аварию за неделю и пишут, что причиной ДТП в данном месте может быть и сужение дороги из-за выступа остановки. И еще одно происшествие, связанное с транспортом. Сегодня на остановке Старый Базар произошла драка между водителем маршрутки номер 47 и пассажиром. По словам очевидца, конфликт случился из-за того, что пассажир хотел пожаловаться на водителя. В итоге оба вышли на остановку и там начали драться. Очевидцы отмечают, в руках водителя была железная дубинка. Барнаульская семья Мартын, на которую подали иск о лишении родительских прав из-за того, что несовершеннолетний ребенок проживает в небезопасных условиях, съехала из аварийного дома. Ее временно приютили друзья. А между тем, администрация города обозначила условия, по которым иск может быть отозван. Тема продолжит Анастасия Дороган. Уже сутки Елена Мартын и ее супруг и 10-летняя дочь живут у друзей. Их приютили после того, как они были вынуждены покинуть свою квартиру на Петросухово-83. Дом признали аварийным в 2017-м. Семья Мартын в силу обстоятельств были последними его жильцами. Над Еленой висит долг почти в миллион рублей за коммунальные услуги перед приставами. В ведомстве решили списать эту сумму с положенной им, как выселенцам, компенсацией. Ее размер 3,5 миллиона рублей. Пока идет суд, женщина не может распоряжаться деньгами. Таким образом, они уже упустили вариант переезда. Нашли определенную квартиру. Ну так как нам не удалось рассчитаться полностью. За ту сумму, которая осталась? Да, да. Вот нам осталось эту сумму отдать и все, мы бы переехали. Естественно, нам сказали, ну раз не можете рассчитаться, до свидания. Определением Октябрьского районного суда города Барнаула приняты обеспечительные меры по наложению ареста на денежные средства, находящиеся на публичном депозитном счете нотариуса. 26 октября 2023 года состоится рассмотрение апелляционной жалобы, по результатам которой будет принято решение. Также судебные приставы в своем ответе указали, что за Еленой зарегистрирован объект недвижимости. А это аргумент для отказа в том, чтобы предоставить полгода на проживание в аварийном доме для поиска альтернативного варианта, говорится в ответе администрации Барнаула. В документе также сказано, что семья могла воспользоваться маневренным фондом или претендовать на оплату найма, но заявление никто не подавал. Предоставление указанных мер поддержки носит заявительный характер. Мартын, Елена и члены ее семьи за получением указанных мер поддержки в органы местного самоуправления не обращались. В начале этой недели администрация Октябрьского района и приставы перешли к решительным действиям. Аргументировали они это решением суда, который прошел 6 октября. Параллельно с этим на супругов Мартын подали иск о лишении родительских прав, мотивируя тем, что проживание в ветхом жилье создает угрозу для жизни и здоровья несовершеннолетнего. Семья по документам должна обеспечить безопасные условия для 10-летней девочки. Суд назначен на 30 октября. В случае, если семья предоставит документы, подтверждающие, что они переехали из аварийного дома и создали надлежащие условия для проживания несовершеннолетней, администрации Октябрьского района Барнаула иск об ограничении родительских прав будет отозван. Добавим, в Барнауле предстоит расселить еще 156 многоквартирных домов, признанных аварийными до января 2017-го и 122 признанных после. В начале 2023-го власти подчеркивали, в этом году расселить нужно рекордное число ветхих домов – 80, а это на треть больше, чем годом ранее. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, День с толком. Деятельность двух нарколабораторий пресекли в Алтайском крае, сообщают в Краевом ФСБ. Преступные организации занимались производством синтетических наркосредств в особо крупном размере для последующего сбыта. Первая лаборатория действовала в Троицком районе и располагалась в обычном жилом доме. Ее организовали два брата 33 и 36 лет. При обыске правоохранители изъяли в общей сложности 28 килограммов наркотика. Вторая лаборатория находилась в Первомайском районе. Там специалисты изъяли больше 200 килограммов синтетических наркотиков. По обоим адресам также обнаружено и изъято более 150 килограммов прекурсоров, 2000 литров химических реагентов свыше одной тонны токсичных отходов, весы, упаковочный материал, фильтрационные установки, реакторы для производства синтеза наркотических веществ, компьютерное оборудование. Общий объем изъятых из незаконного оборота готовых синтетических наркотических средств составил 223 килограмма. На данный момент возбуждено уголовное дело по признаку покушения на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Обвиняемые находятся под стражей. А в Славгороде сотрудники ФСБ и МВД задержали дважды судимую за наркопреступление 35-летнюю жительницу Новосибирска. Она пыталась сбыть крупную партию полусинтетического тяжелого наркотика. Кроме своих свертков, женщина показала оперативникам еще сотню аналогичных пакетиков. По оперативной информации, месяц назад наркозависимая стала курьером интернет-магазина и везла партию для распространения в Алтайском крае. Ей предъявлено обвинение, а сейчас она находится под стражей. Продегустировать школьную еду и оценить меню по всем критериям. В барнаульских школах продолжает действовать родительский контроль. Это значит, что любой желающий может войти в состав группы, которая оценит, насколько вкусно и качественно кормят детей в той или иной школьной столовой. Родительский контроль начал действовать с нового учебного года. Это значит, что мама или папа могут прийти в школу, зайти в столовую и оценить, из чего и как здесь готовят. Разнообразные и вкусные ли школьные блюда. Нередко бывает так, что школьники жалуются родителям, мол, столовой кормят невкусно. Но теперь родитель может вынести свой вердикт меню. Порой это ведет к тому, что карманные деньги детей больше не тратятся на запрещенку. Все, что мы даем, это абсолютно сбалансировано. Это правильно для питания детей, для того, чтобы у них был хороший иммунитет и просто они были здоровы. Пытаемся объяснить, если какое-то видоизменение блюда, да, мы делаем, да, мы идем на это, мы смотрим. Как вот буквально сегодня заменена была запеканка, мы разработали запеканку шоколадную творожную. Детям не понравилось, поэтому мы заменили вновь на творожную и добавили вот уже вишню и топик. Плюсы, конечно, плюсы есть, чтобы контролировать питание детей, потому что многие дети говорят невкусно, там, невкусно кормят. Мы решили попробовать, вкусно ли ли кормят наших детей. Нам понравилось. Что пробовали? Ну, мы пробовали, мы были в другой день, пробовали пшеную кашу, им в этот день давали пшеную кашу, блинчик с повидлом и плюс еще йогурт. Ну, и чай или компот давали. Было очень вкусно. К слову, попасть в родительский контроль и оценить школьное меню может любой желающий. Любой родитель, в принципе, может быть не только представитель родительского контроля, но и тот, который имеет вопросы к организации проведения питания, к вкусовым качествам пищи. В информационном блоке на первом этаже висит журнал заявок о посещении родителями столовой. Они могут записываться туда и по согласованию, соответственно, посещать столовую. Кроме родительского контроля за качеством школьного питания, пристально бдит и бракиражная комиссия. Она есть в каждой школе. В ее состав входит три человека. Два – представителя администрации школы и сотрудник комбината школьного питания. Они ежедневно пробуют блюда на вкус и могут делать замечания, которые учтут и недочеты в работе исправят. Одним словом, школьное питание всегда под контролем и на страже детского здоровья. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. В Алтайском крае начались строительство первого в истории региона многоцелевого трека для гонок. Он позволит принимать несколько дисциплин, начиная от дрифта, заканчивая автокроссом. Первые соревнования на нем могут пройти уже этой зимой. Где будет располагаться спортивный объект и какие сложности сейчас есть у авторов задумки, расскажет Данил Кузнецов. Среди этих гор земли уже понемногу виднеются очертания будущего гоночного трека, который создают под Павловском. Идея соорудить такой спортивный объект появилась у нашего земляка, пилота российской дрифт-серии Артема Рейсбиха. Помог ему отец, владеющий аэродромом. Он здесь решил организовать для таких же ребят, как и мы, авантюристы, которые болеют своим делом, частные самолеты. Он сделал здесь аэродром. Ну и тут получилось так, что вот эта часть земли, 12 гектаров, она оказалась свободной. И когда встал вопрос, чем ее можно занять, первая мысль, которая пришла в голову, это гоночный трек. В истории Алтайского края это будет первый гоночный трек, который позволит принимать несколько дисциплин. Активисты планируют организовать здесь соревнования по дрэг-рейсингу, автокроссу, картингу и дрифту. Упор идет на последний вид спорта. Даже уже проложили черновую версию конфигурации под него. Пилот стартует и разгоняется по длинной прямой, после чего начинает дрифт по большому радиусу. Автомобиль постепенно уходит в петлю, после которой по внутренней части возвращается в накопитель, где располагаются остальные спортсмены, ожидающие начала заезда. Сейчас все основные земляные работы на проекте закончены. Уже зимой сюда закупят щебень и песок, а весной и летом следующего года начнется укладка асфальта. Далее самое сложное – возведение инфраструктуры, боксов, трибун и остальных зданий. На это потребуются деньги инвесторов, которых Артем совместно с Федерацией автоспорта активно ищет. По линиям инспорта это самый правильный будет разговор, общаться дальше. Ну пойти по пути, скажем, того же глибного канала или подобные методы действовать. Есть возможность финансирования, финансирование государственного, либо это будет финансирование государственно-частное. То есть там есть несколько схем. Кстати, трек планируют опробовать уже зимой. Некоторые этапы дрифт-соревнования, которые принимала Спичка, перенесут сюда. Главное – решить проблему со льдом. Есть непонимание, как залить просто. Это далеко от цивилизации, условно далеко. Поэтому достаточно сложно сюда привезти такое количество воды. По времени мы уже не укладываемся, чтобы здесь организовать скважину и воду добывать непосредственно на месте. Поэтому ее придется завозить. Даже если не выйдет организовать зимние соревнования по дрифту на этом треке, кубок, скорее всего, не отменят. Организаторы предварительно договорились с Грибным каналом, где не так давно возродили гонки на льду. Даню Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. Сегодня во всем мире пишут письма в будущее. Кто и когда придумал этот праздник – неизвестно. Но идея отправить послание сквозь время понравилась многим. В Барнауле даже прошел мастер-класс, как правильно писать такие письма. Его посетила и Юлия Щепина. Так сегодня начался мастер-класс по написанию посланий в будущее. Практика оригинальная. Хотя каждый год, 19 октября, в мире отмечают праздник написания таких писем. В этот раз в Барнауле решили это сделать не шариковой ручкой, а пером в рамках выставки каллиграфии. Никто не знает, когда и кто вообще придумал сей праздник, но так он всем понравился, потому что действительно будущее – это что-то такое непредсказуемое, и нам хочется, чтобы оно было какое-то позитивное. Поэтому мы сегодня возьмем в руки перья, перья причем и стальные, и птичьи, и на специальной бумаге напишем себе, а может быть и своим друзьям в будущее. Кстати, сегодня гораздо больше возможностей для посланий в будущее. Можно создать видео, аудио и электронное письмо. Но традиция писать рукой на бумаге продолжает жить. Когда мы пишем от руки, мы вдумываемся, то, что пишем, такой внутренний диалог происходит, и мы успокаиваемся, входим в определенный ритм, такая арт-терапия происходит. Написали письма пером и тушей, успокоились, вошли в ритм, и по традиции хранения письма свернули бумагу в трубку и скрепили бечевкой. Когда открывать письмо, через месяц, три или год, каждый решил сам. Я написала послание в далекий 2033 год. Пожелала себе продолжать наслаждаться жизнью и не изменять себе. Кстати, написать можно все, что угодно. Свои желания, важные моменты жизни, обещания, благодарности, напомнить себе о цели или ценностях. Писала себе, что я надеюсь, что я останусь такой же амбициозной, такой же нежной и не перестану верить в любовь. То, что любовь побеждает всегда, любовь всесильна, и что в будущем все будет хорошо, как минимум у меня. Я пожелала себе всего самого наилучшего, и принять себя, и заниматься тем, что мне нравится. Было очень интересно посмотреть, какие бывают виды письма. Чуть-чуть узнала про их историю. Попробовала первый раз, кстати, писать пером. Но это такое, интересно, конечно, занятие. Написала какие-то свои небольшие тайны, секреты, чтобы потом прочитать. Написала то, что меня сейчас беспокоит, и интересно будет ли меня это беспокоить в будущем, или наоборот, как раз-таки мне будет вообще на это все равно. Попробуйте и вы написать такое письмо. Главное, пишите от души и искренне, и продумайте, как, где и сколько оно будет ждать прочтения. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком. В следующем году в Барнаул привезут картины Николая Рериха. Экспозицию организуют в рамках мероприятий, посвященных 150-летию известного художника, мыслителя, ученого и общественного деятеля. Выставка его подлинных картин из музея «Востока» в городе Москва. У нас здесь, в Барнауле, 92 подлинных работы к нам приедут. Это составит, наверное, одно из основных событий плана мероприятий 150-летия. Выставка откроется 15 апреля в музее «Город». В рамках юбилейных мероприятий организуют тематическую научно-практическую конференцию, программу филармонии, выставку картин, написанных в рамках пленеров, а также в апреле в Барнауле установят памятный знак, посвященный пребыванию Рериха на Алтае. Она дарит вторую жизнь игрушкам, которые могли бы оказаться на свалке. Барнаульская мастерица Юлия Романова не играет с куклами, а реставрирует их. На днях она получила необычную посылку. То, что находилось в коробке, Юлия очень удивила и порадовала. Почему, расскажет Анна Беляева. Коробка с необычным пупсом прилетела из Самары. Негритенку купили в антикварном магазине Питера. Нынешняя хозяйка решила подарить кукле вторую жизнь. Так и познакомилась мастерица из Барнаула. Несколько часов в пути, и вот пупс в надежных руках. Вот эта игрушка, вот здесь мы тоже уже осматривали ее, наличие сколов различных, вот здесь трещинок, каких-то потертостей. Вот видите, такое личико в кракелюрах, в трещинках по всему периметру. Юлия говорит, что реставрацией занялась не просто так. Она воплощает жизнь в мечту детства – стать врачом. Но вместо людей она лечит разные игрушки. В каждой игрушке я еще составляю реставрационную справку, где указывается имя ее, годы, когда она была создана, размер, где она находится, проживает, когда она поступила, когда она выписалась, и данные обследования. Многие игрушки, которые попадают к Юлии – чья-то семейная реликвия. Их передавали из поколения в поколение. Люди часто просто плачут, когда видят свои игрушки. Просто на самом деле кажется, что это просто игрушка. Ну, как бы и что. Но ведь за каждой из них стоит целая жизнь, например, какого-то нам дорогого человека. Или это наше детство. Кстати, 8 лет назад Юлия получила государственную поддержку на открытие собственного центра «Алтайский Мишка». Именно Мишка, ведь когда-то именно он дал начало хобби, которое стало смыслом жизни. Анна Беляева, Дмитрий Денисов, День с толком. В Барнауле уже начали готовиться к Новому году. Накануне в мэрии обсудили, как идет подготовка к праздникам, какие мероприятия запланированы, и где будет установлена главная ель города. Об этом мы расскажем в следующем сюжете. Больше двух месяцев до Нового года подготовка идет полным ходом. Глава Барнаула Вячеслав Франк провел первый оргкомитет, посвященный новогодним праздникам. Уже известно, что в парках Барнаула планируют открыть катки. В городских ДК приготовят новогодние представления, выставки, конкурсы рисунков. В библиотеках игровые программы, мастер-классы по изготовлению игрушек. На праздниках встречать жителей и гостей столицы, готовые в планетарии. На сегодняшний день у нас в Черновом варианте уже более 50 мероприятий в проекте плана существует. Главную городскую елку в этом году предлагаем открыть в пятницу, 29 декабря в 17 часов на площади Сахарова праздничным концертом. В этот же день пройдет открытие новогодних мероприятий в районах города. Вечером там запустят предновогодние фейерверки. Традиционно Барнаул украсят гирляндами, ледяными и световыми фигурами. До 1 декабря в городе должны провести инвентаризацию всех праздничных конструкций. Главная елка города на Сахарова уже прошла проверку. По результатам проведения ревизии выдан акт о пригодности эксплуатации искусственной ели. В мэрии отметили, что в связи с праздниками необходимо уделить особое внимание очистки от снега и наледи дорог и тротуаров. Ведь от этого во многом зависит безопасность и комфорт жителей. Наверное, главам районов надо обратить внимание. Там, где у вас будут проходить мероприятия, дороги должны быть, должны соответствовать. Для того, чтобы мы из-за снега дополнительных пробок не получили. По этой же причине в мэрии обсудят вопрос о возможном сокращении сроков перекрытия движения на площади Сахарова. Ирина Корчагина, День с толком. Продолжение следует...